Ну что, зрители канала, я хочу с вами поговорить еще на очень одну больную тему. И опять мы будем с вами говорить про войну. Но к населению, которое поддерживает весь этот ужас, я вообще обращаться не хочу и не буду. Но я хочу поговорить с яхтсменами, теми людьми, которые смотрят меня в яхтинге. И те, которые думают о воде. Сейчас нельзя молчать. Нужно, чтобы вы выходили на митинги, чтобы вы протестовали. Я знаю, что вы боитесь ваших ментов, ваших автозаков, чего вы там еще боитесь, я не знаю. Но давайте смотреть на ситуацию с точки зрения яхтинга. Потому что я думаю, что этим путем мне будет легче достучаться до тех, кто знает меня, как капитана Германа и человека, который ходит на лодке. Так вот, давайте смотреть, что сейчас уже произошло и куда отодвинулись ваши мечты. Курс доллара, я думаю, что вы и сами знаете прекрасно. И он сейчас такой только потому, что не открыты торги и государство искусственно сдерживает. Как только торги откроются, я думаю, что те, кто копил в рублях на яхту, будет, к сожалению, думать, как за эти деньги купить пакет молока. Поэтому, если ваше будущее вас не пугает, хорошо, Евросоюз запретил ввоз наличных денег в банкнот в евро на территорию России. Что это значит? Это значит отсутствие физических денег, потому что карты не работают. То есть есть карты, которые там есть ваши, там какие-то свои карты, но это не важно, потому что новые карты, визы и мастер-карты шли с рынка, карточки, которые вы будете себе перевыпускать, в вашей стране уже не перевыпустятся. Железный занавес падает и визы не дают, выехать будет невозможно, авиарейсов нет. Какой яхтинг? Куда вы собрались? Яхтинг вокруг Анапы? Ну, давайте будем серьезно смотреть на эти вещи. Посмотрите на серьезные перспективы, на ваши мечты и то, к чему, куда эти мечты у вас идут, в ключе последних событий. В Украине на данный момент 2000 человек погибло. Среди них погибли родственники моих друзей. У вас это миротворческая операция. Вы серьезно, вы убиваете людей. Я не буду вам показывать кадры, но там, где проходят обстрелы градами, находится мой отец. Моя дочка тоже вам записала кое-что, вы знаете, ее вы смотрели нас много. Она вам покажет, какой яхтинг у нее сейчас. И это все благодаря вам. Но я не буду опускаться до каких-то обвинений. Просто, скорее всего, я думаю, что, наверное, еще стоит несколько моментов озвучить, которые я не могу умалчивать. Сейчас страны, такие как UK, уже ввели санкции, и ни одна лодка под российским флагом, либо принадлежащая человеку, у которого российское гражданство, не может зайти ни в один порт на территории UK. Вы скажете, ну, UK, фигня. Но в Канаду вы уже тоже не можете зайти, если у вас триколор или российский паспорт. На этой неделе Евросоюз отклонит возможность захода в порты для лодок с триколором и российским паспортом, если владелец. То есть, если будет лодка перерегистрирована там на Доминику, она все равно будет на вас. И при том, что вы показываете паспорт, вас просят покинуть порт. А территория Евросоюза, это все-таки практически вся территория Средиземного моря. Чем это чревато? Ну, думайте сами. Это дело ваше, ваш яхтинг. Теперь по поводу отношения, которое сейчас сложилось в мире. Я знаю, что среди яхтсменов огромное количество людей, которые, естественно, не могут поддерживать этот кошмар. То есть, естественно, никто... Все страдают из-за того, что это произошло и будут страдать дальше. И санкции будут еще сильнее и будет только хуже. Поэтому ваше будущее в ваших руках. Вы должны выходить на митинги. Вы должны освещать информацию. Вы должны говорить о том, что в Украине происходит бойня украинского народа. И самое главное, подумайте, как вы будете смотреть другим яхтсменам в лицо, когда вы станете нерукопожатными. Потому что вчера в одной из социальных сетей кто-то написал, что из-за того, что сейчас в банковской сфере коллапс, готовы помочь людям, которые остались без платежей, то есть с паспортом РФ. И в ответ было такое количество комментов, что админ на пятом комменте закрыл ветку. И самый простой, самый мягкий коммент был оставьте людей наедине со своими проблемами. Остальные были, я не буду вам говорить, что там было, но подумайте о том, что это европейцы. Это не ваши соседи, на которых ваша страна напала. А это люди, которые всегда супертолерантные. И это сейчас такое отношение. Еще раз, ваше будущее в ваших руках. И только вы можете решить ваши проблемы в вашей стране. Мы будем решать проблемы своей страны у себя, но железный занавес, который упадет на вашу страну, просто поставит большую каменную плиту на ваши мечты, на весь яхтинг. К сожалению, это перспективы ближайших недель. Пока. Это видео я хочу записать для всех, кто не верит в происходящее у нас в стране. К сожалению, сейчас происходит дезинформация, и по российским телеканалам, СМИ рассказывают информацию, будто наши люди сами напали на себя, и бьют по своим, разрушают свои же города, убивают своих родственников и так далее. Я хочу сказать, что это не так, потому что действительно 24-го числа в 5 утра вся Украина содрогнулась от хлопков, от хлопков, от взрывов. И все, все города без исключения, даже города, в которых сейчас относительно спокойно, тоже проснулись от громких взрывов. И до сих пор все это продолжается. Каждую ночь мы надеемся, что такого опять не будет. Каждый хлопок, и мы бежим в паркинг, постоянно срабатывают сирены, и в экстренном порядке приходится бросать все, брать переноски с животными и бежать в паркинг. Ночью, днем, в любое время суток. И, к сожалению, да. Потому что действительно страшно, что каждая сирена, каждый взрыв может быть последним. И сейчас действительно вся Украина находится в страхе, и умирает большое количество людей, как украинцев, так и русских. Ребята из Збройных сил Украины держат оборону, но, к сожалению, все равно умирает много людей. И я хотела просто сказать, чтобы вы не отправляли братьев, сестер, дядь, теть сюда, на Украину. Потому что действительно есть большая вероятность, что отсюда я живым, и никто не вернется. Очень много трупов. Российские войска возят с собой мобильные аккрематории, и поэтому есть вероятность, что никто и не узнает о своих умерших друзьях и родственниках. И они так и будут числиться пропавшими без вести. Те, кого все взяли в плен, ну, так называемый плен, потому что к оккупантам относятся на удивление нормально. И хоть это люди, которые захватывают наши земли, но большинство из них берут в плен с целью отправить обратно к себе на родину. Но, тем не менее, потерь тоже много, как с нашей стороны, так и с русской стороны. И то, что говорят по вашим телеканалам по поводу того, что смертей нет, это все неправда. Есть очень много видео, очень много фотографий, и это не переодетые ребята в форму. Это реально настоящие люди, которые просто не пережили нападение на Украину. Так что, да, я хотела подытожить, что если вы знаете, либо вас призвали, либо кого-то из ваших знакомых призвали, не едьте. Если вы уже оказались тут, раздевайтесь, бросайте свою форму, оружие, и теряйтесь где-то в лесу, вас найдут, отправят на родину. Трибунал не так страшен, как смерть. Вам могут пригрозить тюрьмой, но всех не посадят. Те, кто считают, что это была просто мирная акция, так сказать, миротворческая, при миротворческой акции не убивают мирных жителей. Есть большие потери среди мирных жителей, стреляют градами по домам, по жилым домам, по школам, по роддомам, по больницам. Просто едет скорая по дороге, стреляет в скорую. Это хуже фашизма, потому что там хоть давали людям набрать воды, были хоть какие-то условия. Тут никому нет пощады. Кто спрятался, тот жив. К сожалению, да, нападают на мирных, и это, наверное, самое ужасное, потому что умирают дети, умирают женщины, и это не демилитаризация, это не мирная акция. Военные объекты разрушают, но жилые дома тоже, и это не случайные удары. Бьют по большим скоплениям людей. Для людей, которые решили убежать из Украины, скажу одно, берегите себя, и отец публиковал ссылки для людей, которые убежали, где им помогут. Не бросайте своих животных, границы принимают все животные без документов, без прививок, не бросайте своих. Всем добра и покоя, и мирного неба над головой. Спасибо.